Продолжение следует... Продолжение следует... Нужно срочно искать семьи, но что делать, но совершенно непонятно, почему именно так. Нам понадобилось несколько лет, чтобы ответить себе на вопрос, что нужно делать и зачем, а главное, почему. Одно из самых моих тяжелых переживаний, впечатлений в жизни было, когда я была в одном доме ребенку, очень красивом, очень приличном, и увидела распорядок дня на комнате для детей, для группы детей от 0 до года. То есть это малыши. Расписание выглядело так. 7.00 подъем, 7.15 умыться, 7.30 одеться, 7.30, 7.50 завтрак. И так это был весь день распитан по 15-минутным вот таким вот блокам, плюс какое-то временное задание. Я смотрела на это и понимала, что это какой-то ужас, и так не должно быть, но не могла себе ответить на вопрос, почему. Теперь я знаю и расскажу вам. Мы все в любом случае, чтобы мы не говорили об инновациях и модернизации, мы биологические объекты, мы организмы. С этим ничего нельзя сделать. За миллионы лет эволюции устроены определенным образом. Сейчас так, через миллион лет, может быть, будет по-другому. Когда черепаха откладывает яйцо, она кладет его в песок и уходит. Дальше дичоныш выходит, он знает, куда ему идти, как и зачем. Человеческий дичоныш первые несколько лет абсолютно не самостоятельно, зависим от взрослого. Его нельзя оставить на песке у моря, он не знает, куда и как ему идти, он просто не выживет. Его нельзя оставить в лесу и уйти. Эта зависимость длится ни месяц, ни полгода, ни год, а несколько лет, когда ребенок не в состоянии выжить самостоятельно в качестве взрослой, полноценной особи. Именно поэтому так устроено природой, что эти несколько лет зависимости от взрослого устроены вполне определенным образом, чтобы это выживание ребенку гарантировать. Представьте себе позу кормления ребенка. Как выглядит поза кормления младенца? Это вы обнимаете ребенка, держите его на очень удобном расстоянии контакта глазами и смотрите, по сути, глаза в глаза. Это совершенно не случайная история. Понятно, что природа не очень надеется на человека, а человек вообще существо ненадежное. Поэтому она предполагает определенные механизмы, гарантирующие ребенку то, что мама не захочет вдруг заняться своими более интересными делами. То есть все, что происходит в самый главный, в этот маленький период возраста младенца, это попытка приучить эту маму заботиться об этом ребенке методами чисто биологическими. Тактильный контакт, эмоции, глаза в глаза. Представьте себе, опять же, детский плач. Мы все так устроены, что он нам ужасно не нравится. Когда мы его слышим постоянно, нам его хочется прекратить. То есть это такой вот звук для нашего сознания, который хочется прекратить. Это же не просто так все. Нам хочется его прекратить, поэтому мы идем к этому ребенку. Все эти механизмы устроены для того, чтобы родители заботились о своих детях. Потому что на самом деле это не элементарные вещи, не само собой разумеющиеся. Это не инстинкт в чистом виде, как мы себе представляем инстинк у животных. Когда все это происходит, ребенок получает сигнал, что он находится в благоприятных условиях, будет взрослый, который гарантирует ему безопасность, будут его кормить, он выживет. Именно тогда, когда ребенок получает эти сигналы, он начинает развиваться. Развивается психика, развивается его физическое здоровье. Если ребенок оказывается один в коллективной среде, таких взрослых много, никто не является тем взрослым, которому гарантируют постоянный эмоциональный контакт, то для него звучит очень четкий сигнал, что условий для выживания просто нет. Нужно замереть и не развиваться. В этот период происходит самоосознание ребенка себя как личности. Исследования показали, что дети в домах ребенка очень поздно начинают узнавать себя в зеркало. Они просто свой образ не понимают. Образ я формируется от приятия ребенка. О, надо же. А до этого было что-то слышно? Хорошо. Удивительно. От принятия ребенка взрослым. Я существую, это хорошо. Из этого формируется понимание себя, кто я и как мне жить в этом мире, который меня либо принимает, либо нет. Если этого мира нет, он разрознен на кучу-кучу взрослых, то я просто не понимаю, кто я и как мне жить. Опять же, совершенно понятно, почему нельзя, чтобы было куча взрослых. Если в племени все отвечают за ребенка, каждый может подумать, что это другой, и его все-таки оставят на этом пеньке, на этом песке, в этом лесу. Поэтому это небольшое количество взрослых. В идеале один, но максимум два на начальном периоде. Помимо того, что формируется личность, формируется чувство «я» и развивается организм психика, формируется базовое представление о том, как строить отношения. Чтобы человек вырос и смог коммуницировать с людьми успешно, хорошо, он должен получить этот опыт, чтобы кто-то с ним успешно и хорошо коммуницировал. Вот этот позитивный, отзеркальный дает возможность не только формирования самосознания, но и формирования контакта. Для кого плакать, как плакать? Если бы дети издавали «Владенцы бестселлеры», это была бы книжка «Как правильно плакать», чтобы мама обратила на тебя внимание и давала тебе то, что ты хочешь. Как правильно плакать в доме ребенка, я не знаю, или в больнице. Там нет способов правильно плакать, потому что там разные взрослые, у них свои представления о том, что они должны или не должны делать, они постоянно меняются, и у них 15 минут. Во всех, опять же, мы говорим о том, что это дети, которые находятся в учреждении от 0 до 4 лет, это маленькие дети. Но, тем не менее, опять же, биология позволяет определенным способам коллективного воспитания существовать. Но для детей гораздо старше. Во всех культурах, в всех традициях есть формы коллективного воспитания детей, выходы в социум, но все это относится к детям от 7-летнего возраста в основном. 7, 8, 9 и благородные британские пансионы для детей, и чудесные макаринговские дома. Извините, это все говорит о детях, которые гораздо старше. Тем не менее, сегодня у нас с вами, в этом всем таком модернизационном на сквозь обществе, существует система, которая легидна, которая устарела уже лет сто как, которая основывается на идеях абсолютно уже не живых, о том, что человек – это такая табула раса, главный ход и кормление, правильный режим дня, все остальное, неважно. Не понимая элементарных законов развития ребенка, элементарных законов биологии и психологии, существует система, в которой живут дети. От 30 до 100 детей в каждом таком доме ребенка, в России около 430 таких домов. Можете посчитать, сколько детей каждый день, сегодня и сейчас в них живут и воспитываются. Потом мы видим что? Мы видим задержку в развитии, мы видим детей, которые не похожи на других детей, и мы думаем, что у них были плохие мамы, у них нехорошая генетика, у них что-то там еще не так и не в порядке, они родились кучей, наверное, заболеваний. Половина из этих симптомов – это результат того, что они воспитывались в коллективной системе, в том возрасте, в котором они должны были там оказаться даже на день. Собственно говоря, это то, что я хотела сказать прежде всего о теме. Второе, что я хочу сказать, мы очень хотим изменить эту ситуацию уже сегодня, чтобы еще во время нашей жизни этих учреждений не было. Когда мы это поняли, когда мы все это узнали, у нас появилась прежде всего программа помощи семьям, сложной жизненной ситуации, тем семьям, которые часто выглядят несимпатично, которые называют мамами кукушками, но тем не менее именно попытка оставить детей там, не довести до вот этого учреждения маленьких детей – это на самом деле единственный реальный выход из этой ситуации. Не всех детей возьмут в семье. И изменить эту ситуацию можно. Есть выходы, есть опять же западный опыт, которому уже 50 лет. То есть там коллективных учреждений для малышей нет уже давно. То есть все это существует, есть ответы на эти вопросы. На самом деле нужна только политическая воля и прежде всего понимание всего общества, что это не может так существовать. Поэтому все вы приглашаетесь принять участие в нашей работе. И если вы готовы поддержать нас и нам помочь, я вот, сходите, готова вас влашить. Спасибо. Давайте опять же приведемся к теме нашего разговора. А теперь представим себе сознание среднего родителя, у которого нет ребенка-сироты, в окружении которого нет детей-сирот, и он, слушая вас, он думает, зачем. А я так подозреваю, что он не думает, зачем. Нет, нет. А вот давайте попробуем понять в этой связи. Мы с вами призываем к состраданию, мы призываем к соучастию, или мы на самом деле отвечаем на вопрос все-таки действительно по поводу образования и воспитания детей. Ну, слушайте, вот эта система воспитания не может быть в природе. И когда мы отвечаем на вопрос, зачем, собственно говоря, никакие изменения ни законодательные, ни структурные не происходят тогда, когда общество к этому не готово, когда его устраивает ситуацию, в которой он живет. Это часть нашего социума. Наш социум состоит из многих разных элементов. Вот общественный транспорт, там, не знаю, машины, и дома ребенка. А может быть, чуть-чуть назад? Вот вы нам предложили очень удивительную картинку. Давайте посмотрим немножко другим взглядом. Когда мы смотрим на мир глазами ребенка сироты, ребенка, оказавшегося в том трепетном возрасте, когда он должен быть около груди мамы, а он оказался в коллективном учреждении, вы нам сказали, он не видит тех знаков, подтверждающих, что в этом мире он, а, ожидает, б, он нормален, в, ему помогут. Вы ведь это сказали в самом начале? Да. И тогда, коллеги уважаемые, когда мы говорим сегодня о том, чему учить и как воспитывать, обратите внимание, мы не потому и пригласили первого спикера совершенно с неожиданным акцентом. Мы вас не сострадали, не приглашаем. Мы вас не в благотворительную деятельность в качестве волонтера живем. Хотя... Да, пожалуйста, пожалуйста, скажи за мной. Вопрос совсем другого. Вопрос в том, картина мира у детей чем будет наполнена? Каким количеством людей, которые, не будучи близкими и родными, дают сигнал о том, что у тебя все нормально? Сколько людей, у кого каждого маленького человечка, рожденного в наше время, да, не понимая, кто его мама или папа на социальном уровне, но осознавая на биологическом, да, будут убеждены, что у него все будет хорошо. И тогда эти 430 тысяч человек, которые сегодня живут в коллективном... Да, 440 тысяч людей, которые живут в коллективном учреждении и принимая ежедневно свою картину мира, когда они станут взрослыми, они что, породят другую картину мира? Более того, хочу заметить, они выйдут за учреждение, они будут выходить замуж и жениться за наших с вами детей. То есть этот социум, он станет общим, он станет общим, будет нести вот эти идеи, вот эти ощущения, чувство своей беспомощности, ненужности, неумение как бы что-то давать, потому что давать, что человек может, когда он получил. И тогда главная мысль получается очень простая. Мы сегодня при помощи первых двух докладчиков обращаем у вас очень простой идеей. В жизни маленького ребенка должны быть люди, совершающие ежедневные движения заботы и подтверждающие ему, что он находится в эпидцентре заботы, просто потому что он должен с этим вырасти. Если дефицит этих людей становится для ребенка критичным, его картина мира становится плоской. И когда он выйдет в большой мир взрослых, простите, от него бессмысленно требовать широкой картины мира. У него просто нет этого ресурса, нет этих инструментов. Он действительно видит, вот как видит мир дольтольники черно-белого. Главное, он не умеет по-другому чувствовать. То есть научить такого ребенка потом, вот когда мы говорим о работе с выпускниками, это практически, может быть, звучит цинично, практически бессмысленно. А как у нас с вами становится все меньше, опять же, обратите на это внимание, я очень побегусь, присаживайтесь, я буду делать подборку к другому выступлению. Субтитры создавал DimaTorzok